Попробуем усложнить задачу и получить модель с более высокой прогностической способностью. Можно предположить, что пол оказывает влияние на вероятность участия в профсоюзе. И не таким образом, как мы зафиксировали в нашей исходной модели в видеорекомендациях на соответствующей странице. То есть не действуя сам по себе, а действуя в сочетании с остальными предикторами. То есть попробуем взять все предикторы, которые вошли в итоговую модель. Для этого скачиваю итоговую модель. Вижу вот пол, а вот остальные предикторы. Чтобы построить эффекты взаимодействия второго уровня, нужно перемножить главные эффекты, то есть все остальные предикторы сами по себе, на пол. В Excel для этого я готовлю скрипт, чтобы затем скопировать его в синтекс. Вот исходный главный эффект, среди них пол. Вот пол для перемножения. Звездочка. И команда compute. compute, пробел. Дальше должен идти соответствующий предиктор. Дальше идет неизменная часть. Нижнее подчеркивание gender равняется, то есть имя новой переменной. И здесь точка. Если сцепить все вот эти ячейки в нужном порядке, как раз и получается команда compute, имя новой переменной, равняется country, такая-то умножить на gender точка. Растягиваю, только для gender не нужно. И получаю как раз синтекс для создания interaction эффектов. Эффекта второго уровня. Переношу все эти строки в синтекс. Подписываю внизу еще команду execute точка. И запускаю. И вот, пожалуйста, получаю перечень новых переменных. До новых встреч. Продолжение следует...